Понятно, что в мире происходит глобальный процесс изменения климата. Это во все времена, в историческом прошлом, это было тысячи лет, миллионы лет тому назад. Был период, когда Земля, как бы, снежный ком покрыт полностью ледниковым покрытием. Был период, когда среднегодовая температура на планете была плюс 60-65 градусов. Поэтому глобальное изменение, это естественный процесс. Она обусловлена космогенными процессами, изменением орбиты Земли, изменением угла оси Земли, значит, относительно падения угла солнечных лучей. То есть это многофакторные явления, связанные с глобальным процессом космогенного характера. Она влияет на планету, на климат, естественно. И человек здесь не может какие-то изменения сделать. Но человек вносит свою лепту, в плохом смысле, в интенсификацию процесса изменения климата. Она связана с выбросами вредных веществ, в частности углекислого газа, СО2, в атмосферу, который с года в год увеличивается. Страны подписали, практически все страны подписали Киотское соглашение о регулировании выбросов. Однако ведущие страны, в частности Соединенных Штатов Америки, решили выйти из этого Киотского протокола. Страна, которая больше всех промышленных производств образовался осуществляет. Поэтому, значит, человек тоже вносит свою лепту. Мы должны в свою очередь, значит, пересмотреть вопрос переработки материалов. Материалов к, значит, зеленой экономике мы должны, даже не зеленой, а голубой экономике. То есть, наше задача не задуматься о том, чтобы повторно перерабатывать отходы, а чтобы минимизировать вообще отходы. Поэтому в мире сейчас вот эта белая экономика, голубая экономика или синяя экономика один из приоритетных направлений будущего нашего развития. А так, в глобальном плане человек бессилен изменить естественные процессы планеты. Продолжение следует...